Фэлкон Британская зенитка, которая должна была отлично бороться с воздушными целями. Но танкисты как всегда все перепутали и теперь она стала противотанковой зениткой и лучше чем большинство танков БР-8.0. Танк расположен на пятом ранге и многие танкисты называют ее скромно имба. Ведь даже самые крепкие танки кроме Мауса не проблема. В лоб ломаем стволы, ставим на гусеницы и отрабатываем в борта. Вот примерный план действий на этой зенитке. И она определенно чувствует себя отлично, как внизу списка, так и в топе. И замечательно отыгрывает роль уничтожителя танков. И давайте теперь обо всем по порядку. Но перед этим хочу вас попросить об активности на моем канале. Это очень сильно влияет на алгоритмы ютуба. Также заглядывайте в нашу телеграм-группу, ссылка в описании. Всем приятного просмотра. Итак, собственно, вооружен Falcon двумя автоматическими 30-ти миллиметровыми пушками. Имеется неплохой боезапас в количестве 620 снарядов. И лучше всего подходит для уничтожения наземной техники. У нас высокая плотность стрельбы, поэтому пушки перегреваются довольно быстро при непрерывной стрельбе. Поэтому лучше всего стрелять короткими очередями. В стойке играем на стандартной ленте с крайне плохим уроном. Но дойдя до топовой подкалиберной ленты, а находится она на четвертом этапе исследования, Falcon раскрывает свой скрытый потанцевал. У ленты хорошая начальная скорость полета снаряда, высокая плотность стрельбы, пробить его пор 110 миллиметров. Этого достаточно, чтобы накидывать в борта абсолютно всем. За исключением Мауса. Наличит также двухплоскостной стабилизатор, что дает нам возможность вести точную стрельбу даже в движение. А бронирован Falcon сравнительно легко, что свойственно всем зениткам. Ты можешь танкануть снаряд, или он попросту не изведется, но на это лучше не рассчитывать. В общем, нас пробивают абсолютно все, включая авиацию. Поэтому старайтесь играть осмотрительно и часто поглядывайте на мини-карту. Так что живучесть танка достаточно сомнительная, хотя и случается чудо. Экипаж три человека, командир и наводчик расположились в башне, а механик-водитель в передней части корпуса. Также есть дублирование огня у командира. Если вдруг наводчика выведут из строя, командир быстро подхватит управление, и через пару секунд можно продолжать вести безудержную стрельбу по врагам. Что касается подвижности, то у нас дизельный двигатель на 188 лошадиных сил. И для этой зенитки этого явно недостаточно. Да, мы способны разогнаться до 48 км в час, но делаем мы это очень неохотно, и назвать нас быстрым танком не получится. Едем мы на уровне 54, поэтому ломать тайминги нам точно не удастся. Наша задача не спеша двигаться за союзниками и прикрывать их. В общем, задача таких машин заключается в огневой поддержке. Танк любит городские карты, также где есть много домов, различных укрытий, позиций, которые дают хороший обзор. В целом танк в среднем приносит 3-4 фрага за бой, а это неплохой результат для обычного игрока. Ну а если попали на открытую карту, играем небольшими переездами, ловим загулявшихся противников и отыгрываем роль зенитки. В общем, на мой взгляд, машина очень фановая и отлично себя чувствует на любом боевом рейтинге. Так что смело качайте и получайте удовольствие. А на этом я буду с вами прощаться, с вами был Шутер ТВ и увидимся уже в следующих видео. Благодарю всех за просмотр, всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok